Девушки отдыхают Потому что благодаря связям отца Веры Меня гораздо чаще посылают в Париж Но вместо встреч с невестой Я сплю с танцовщицей и куртизанкой Так оставь ее Раз знаешь всю ее подноготную Оставь ее По-вашему, это так просто, батюшка Это тяжело, потому что идет бой за душу твою Так не дай же победить дьявол Закрой рот, Саша Отец Александр Отец Александр Саша Сашка Саша Отец Александр Отец Александр Отец Александр Субтитры создавал DimaTorzok Я свяжусь, королей. Я впустила вас лишь потому, что проиграла пари. Надеюсь, вы это понимаете. Несомненно. А не желаете ли заключить новое пари? И может, в этот раз мы повысим ставки? Возможно. Но прошу вас, избавьтесь, наконец, от вашего софт-вояжа. И найдите вашим рукам другое применение. О, моя Мироня, позвольте провести с вами вечность. Позвольте. Я жажду любви. А вы беспокойтесь о портфеле. Не знала, что министры бывают так отчаянно скучны. Я умоляю вас, там весьма важные бумаги. Вот ваши сокровища. Целости и сохранности. Смотрите-ка, что я нашла. О-о-о. Это гораздо лучше. Бутылочка. Божили. Ммм, замечательно. Прогучит. Ммм, замечательно. Тихо. Поспешите. Положите обратно в портфель. Как же вы прекрасны. Ну, погодите, погодите-ка. Падам. Что? Сейчас. Ожидает внизу. Он должен был приехать в среду, не раньше. Что такое? Одевайтесь быстро. Что не так? Что за переполох? Боюсь, придется отложить нашу встречу до лучших времен. Одевайтесь быстрее. Не мешкайте. Что ж, еще один идиот будет рассказывать о том, что побывал в постели Мата Харриев. Вам пора, Пьер. Мне еще нужно подготовить дом к приходу Владимира. Владимир. Как вы произносите его имя? Что вы себе позволяете? И, думаю, вы понимаете, что он для нас весьма нужный контакт. Глупый и наивный волокит. Опасное сочетание. Опаснее бывает только совестливый предатель. Вроде вас, месье. Вас оскорбили мои слова, мадам. Похоже, вы к нему неравнодушны. Пьер, вам пора. Нет, месье! Не надо! Нет! Ты немецкий агент! Клянусь вам! Я простой музыкант! Ты шпионишь для немцев? Предатель! Я слышал, как ты по-немецки болтал! Нет! Это просто песня! Я француз! Выбейте из него правду! Чего ж ты не на фронте? Приходите! Помогите! Довольно, господа! Они хотели меня убить! Отойдите! Не трогайте меня! Хочешь стогнуть вместе с этой крысой! Капитан! Я же не могу стрелять по толпе! Вокруг слишком много невинных людей. Что же мне делать? Ничего страшного. Вы ни в чем не виноваты. Народ проявляет бдительность. Помогите! 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 Матин! 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 Рад вас видеть. Отличная работа. Благодарю, капитан. Пойдемте, Матин. Поговорим с вами обо всем в бюро. Вы не против? Конечно, капитан. Простите, что в столь поздний час? Не беспокойтесь, месье Ленуар. Я вам всегда рад. Не рискуйте сверх меры. Послание не такое срочное. Мне все ясно. Доброй ночи, месье. Доброй ночи. Капитан Ладо. Волнения среди гражданского населения нарастают, равно как и недовольство действиями армии и правительства. Последствия затяжной войны. Да, но вы не знаете, что народ стал творить. Сама суд, даже в центре Парижа, над дезертирами и шпионами. И как это нам поможет уменьшить недовольство? Отчеты демонстрируют, что люди помешались на шпионах. Они доносят на своих соседей, подозревают всех вокруг. Нам это на руку. И каким образом? Шпион — это идеальный козел отпущения для оправдания собственных неудач. Например, мы понесли огромные потери в битве при Вердене. Кто виноват? Шпионы. Неудача при Соме. Кто виноват? Тоже шпионы. Но раз ваше бюро ответственно за поимку шпионов, тогда и винить станут вас. Пусть пострадает моя репутация. Лишь бы не пропало уважение народа к армии и правительству. Отлично сказано. Приятно слышать. И чего же вы хотите от нас, капитан? Полное отсутствие контроля в работе второго бюро. А шпионами я вас обеспечу в достаточном количестве. Действуйте, но не переусердствуйте. Нам ни к чему обвинение в бесчинстве властей. Даже шпионам полагается честный суд. Безусловно, господин командович. Следующий вопрос. Отец Александр очень большая потеря для нас. Воистину, был он человек божий и смелый офицер. Да, безусловно. Такие, как он, незаменимы. В особенности теперь, когда в России настали столь страшные времена. Согласен. Уходите, Маслов, не останетесь на поминке. Виноват. Но мой будущий тесть просил заехать. А, дела семейные. Понимаю, понимаю. Не смею вас задерживать. Благодарю. Капитан, союзники оставили для нас важные бумаги в своем штабе. Заберите их, прежде чем уехать. Так точно. Как странно, что он уходит. У меня было ощущение, что капитан Маслов близкий друг отца Александра. Проходите, дружище. Мы как раз обсуждаем детали операции. День добрый, господин капитан. День добрый. Оно слишком известно, чтобы прилюдно сжечь ее заживо. Я бы с удовольствием вздернул эту потаскуху и пришел с повинной. Тогда можете осудить меня или снова отправить на фронт. Только бы увидеть, как эта тварь будет болтаться с веревкой на шее. Матин, я ненавижу ее. Не меньше, чем вы. Но мы должны действовать по закону. За домом вести наблюдение. Постоянно. Если появятся посторонние, я должен знать об этом. Нам нужны их сообщники. Эта женщина ходит для нее на почту за письмами. Без моего прямого приказа ее не задерживать. Ясно? Владимир. Владимир. Надеюсь, ты надолго? Увы, нет. Но через пару дней я смогу остаться на всю ночь. Я бы хотела, чтобы ты остался на всю жизнь. Хочешь позавтракать со мной? Позавтракать? Ты что, только что проснулась? Да. Да. Я вчера выступала. Только танец. И ни боли, клянусь, ничего больше. Эй, я твоя. Лишь твоя. Что? Ты что? Ну что? Кто? Огурю, говори. Кто-то, ну, я не я. Ага. Видишь, какая я умница? Будет очень вкусно. Нет? Я тебя покормлю. Ты немного грустный. Как дела? Как дела? Как Сажа Бела. Что это значит? Что дела мои настолько же хороши, насколько Сажа Белая. Мой друг погиб. Наш священник. А я сбежал с его похорон. К тебе. Ешь. Ты мой воин, а воинам нужны силы. Это карта. Я сделала пять фотографий. Молодец. Твой банковский счет растет с каждым днем. Но, возможно, мне не доведется им воспользоваться. За мной опять следили. Анна, ты верно устала. Никто за тобой не следит. Тебе привиделось. Поверь мне, все будет хорошо. Вечером доставим это месье Ленуару. Поверь мне. Едем. Смотри, куда прешь, корова. Не трогайте меня, что вы все у тебя дайте! Мы слышали, как ты по-немецки щебетала, тварь. Не по-немецки, я голландка. Здесь только мелочь. А у такой жирной немецкой коровы должно быть больше. Гравят! Давай, кричи погромче, прибегут с радостью вздернут. Или порвут в клочья. А ты ничего, такая… Сейчас посмотрим, идти. Миссия Матин, мы обыскали ее, но так ничего не нашли. Только немного денег. Ни бумаг, ни пленки. Фотографии отменные. Анна прекрасно справилась. Она сделала снимки каких-то карт. Это новые дислокации. Русские хотят атаковать в ближайшие дни. Прекрасно. Я немедленно вышлю фотографии через португальское консульство. Пиар. Когда вы собираетесь издать к нему? Как только наши друзья возьмут Париж. Значит, скоро. Эти сведения помогут немцам расставить ловушки для русских. И всех их перебить. Неужели вам ни капли не жаль Владимира? Владимира. Этот снимок разместим на обложке. Отличный выбор. Доброе утро, доченька. Плохо спала? Голова разболелась. Не стоит изродить себя так. Твоё беспокойство ему не поможет. Послезавтра уже две недели, как мы не виделись. Я так по нему скучаю. Боже мой! Мы так о тебе беспокоились. До нас доходят ужасные вести. Ну что же, это я о плохом. Прости. Ты, наверное, проголодался? Все готово к свадьбе. Я сшила платье. И отец договорился о венчании в соборе Александра Невского. Нам осталось лишь найти священника. Ты хотел, чтобы нас венчал отец Александр? Надо бы на его спросить, сможет ли... Отец Александр погиб. Господи боже, что случилось? Спас меня ценой своей жизни. Мне очень жаль. Тогда поскорее спроси отца Кирилла, сможет ли он в день свадьбы. Ты можешь хоть на миг перестать говорить об этой чертовой свадьбе? Простите. Я лгал тебе и вам. И больше так не могу. Простите. Что ты такое говоришь? Я люблю другую, Вера. И не могу на тебе жениться. Я тебе не верю. Мне жаль. Володя, умоляю, пусть та другая будет в твоей жизни, только не покидай меня. Ну, что ты такое говоришь? Я так не могу. Будьте с ней. И со мной я без тебя не могу. Прости меня. Доктор, как она? Ничего страшного не приключилось. Но нервное расстройство налицо. Что вы рекомендуете? Успокоительное лаудану. По чайной ложке раз в день. И осторожнее с дозировкой. Иначе она попросту не проснется. Я все поняла. Сколько я вам должна? Сто франков, мадам. Вот, прошу вас. Благодарю. Всего доброго. Анна, милая моя, расскажи мне, что случилось? Эти ублюдки, они точно что-то искали. Я ведь говорила вам, что за мной следят. Но вы и слушать не желали. Кто это был? И что они искали? Рассказывай. Они хотели забрать то, что мы крадем у всех ваших мужчин. Важные бумаги. Я хочу домой отпустить меня. Или я пойду в жандармирию. Ну, будет. Будет. Ты поедешь домой. Обратно, в Гагу. Я тебе обещаю. Хорошо. Хорошо. Но сперва тебе надо отдохнуть. И принять лекарства. Хорошо. 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 Пока. Добрый вечер из Еленовна. А, месье Вернер, вы любите покупать хлеб ночью? Люблю, знаете ли, свежие багеты. Спилу жару. А у вас такие теплые отношения с вашим булочником, да? Не жмется! Не стрелять! Нам нужны болевые показания. Идиот! Раз вы так любите стрелять без приказа, отправьтесь на фронт в окопы! Прикажете арестовать пекаря? Разумеется. Фрау Шракмюллер, прошу сюда. Я вас жду. Проходите. Агент H-21 потерял своего связного. Как так? Ленуару убили. Пекарь в руках ладу. Пекарь знает про Мата Хари? Разумеется, нет. Они подобрались к ней вплотную. И давно под нее копают. У меня есть одна идея. Позвольте. Горничная Мата Хари опасается за свою жизнь и хочет вернуться в Голландию. Этого нельзя допустить. Она слишком много знает. С этим разберемся. Я поеду в Париж сама. И заменю ее. В качестве служанки. Вы с ума сошли? Это слишком опасно. Я не позволю вам так рисковать. Что это? Депеши из центрального штаба. Нас благодарят за сведения о планируемой атаке русских. Мы должны незамедлительно обеспечить Мата Хари защитой и поддержкой. И дать возможность работать. Ну, раз так. Выполняйте. Спасибо, кир полковник. Карта не идет уже третий день подряд. Значит, повезет в любви. Наверное. Мужчине везет в любви, только если у него деньжата водятся. Вы путаете любовь и похоть. Это абсолютно разные вещи. Кто бы спорил. А кольцо у вас на пальце – знак любви или напоминание о похоти? Хм. Ни то и ни другое. Я о нем напрочь позабыл. Капитан Маслов? Да, это я. Вам приказы штаба. Честь имею. Погодите, лейтенант. Если не затруднит, отправьте это письмо с посыльным. Будет сделано. Ну, и что там? Приказ о наступлении. Ну что ж, вот и все. Пора прощаться. Благодарю за все. Береги себя. Да, обязательно. Прошу вас, будьте осторожны. Мы опоздаем на поезд. Береги себя. Полагаю, тебе требуется новая горничная? Я твой новый связной. Слышала, что шпионам нынче трудно. Что ни день, то несколько арестов. Второе бюро не дремлет. Не беспокойся. Мы тебя защитим. А ты управишься с таким огромным домом? Я выросла в большой семье, так что я многое умею. Это хорошо. Гости здесь не редкость. Знаю. Я очень рада. Знаю. Я открою. Что ж, начало хорошее. Добрый вечер. Добрый вечер. Я пришла поговорить с мадам Матахари. Мы с ней знакомы. Позвольте ей войти. Элизабет, принесите нам чаю. В сию минуту. Благодарю. Почему вы остановились? Что происходит? Все, приехали. Как у вас здесь тепло? В окопах даже у костра не обогреться. Володя мне рассказывал. Вам он тоже многое рассказывает? У нас другие интересы. Признаться, нам не до разговоров. Почти всегда. Вы красивая женщина. И я понимаю, почему он столь сильно увлекся. Послушайте. У меня был изнурительный день. Я очень устала. Вы зачем пришли? Сама не знаю. Мы должны были пожениться. Но он отменил свадьбу. Печально слышать, но я к этому не имею отношения. И уж точно не просила его опыта. Он о вас никогда не говорит. Он сказал, что все отменил, так как не в силах больше лгать. Я могу его научить. Вы за этим пришли? Ваши слова жестокие. Но мне кажется, вы не столь бессердечны, как хотите показаться. Вот как? И что же вас натолкнуло на эту мысль? С чего вы решили? Будто у меня действительно есть сердце. Угу. Чем же я себя выдала? Благодарю. Тем, что увела у вас жениха? И не потому, что люблю его. О, нет. Я с ним забавляюсь. Владимир молод. Вот. Силен. И красив, как Бог. Поэтому я с ним. Значит, если его ранят или искалечат, вы его бросите? Что ж, если это будет шрам на щеке или над бровью, он не утратит своего обаяния. Но вот коллег... О, нет. Они не в моем вкусе. Зря я пришла к вам. Я полностью с вами согласна. Вас проводите или сами дверь найдете. Знаете, я надеюсь, что Владимир не мог полюбить столь бездушную особу, которую вы стараетесь казаться. Уверена, он разглядел вас доброту. Хоть вы сами ее в себе и не замечаете. Что-то притихли, ироды? Странно. Ждут, когда мы подберемся ближе. Что-то притихли, ироды? Странно. Ждут, когда мы подберемся ближе. КОНЕЦ Ядовитый Гав! КОНЕЦ Ядовитый Гав! КОНЕЦ 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 КРИКИ ГРОХОТ КРИКИ 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 ГРОХОТ ГРОХОТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГРОХОТ А-а-а! Прошу к столу! Сама фрау-доктор приготовила мне ужин. Какая честь! Ты сегодня слишком много выпила. Как ты смеешь мне указывать? Ты волнуешься за своего русского друга, не так ли? Открой дверь. К вам месье Сальбарб. Месье Сальбарб? Что происходит? Почему вы в мундире? Меня отправляют на передовую. Но мне еще повезло. Моего начальника осудили и упекли в тюрьму. За что же? Каким-то образом немцы узнали про новую марку стали, разработку которой курировал наш отдел. Присядьте. Благодарю. Как же к ним попали сведения? Бог его знает. Но теперь я отправляюсь туда, где творится кромешный ад. Кромешный ад? Немцы применили газ против русских. Они слепли, умирали, поплевывали легкие, но все равно сражались. Это была атака мертвецов. Будьте мои этой ночью. Заклинаю вас. Завтра я отправляюсь туда, откуда не возвращаются. Мне так страшно. Не будьте трусом. Вы хотите моей любви? Да. Я сгораю от желания. Тогда ни на минуту не переставайте быть мужчиной. Вам ясно? Элизабет. Да, мадам. Будьте добры, соберите чемоданы. Я желаю отправиться в этель. Слушаюсь. Виталий, прифронтовая зона. И только второе бюро может выдать разрешение на въезд туда. Да. Значит, я его получу. А сейчас сопроводите меня в спальню. Будьте любезны, подайте ужин через час. Как прикажете. Благодарю. Теперь, когда твой вояка наконец-то ушел, можем позавтракать. Я очень спешу. Куда же? В витель. Неужто ты забыла? А. Навестить своего драгоценного Владимира в госпитале. Это будет прекрасным прикрытием, чтобы подобраться к передовой поближе. Разве Кёльну не будет на руку получать сведения прямо с французской передовой? Так это прикрытие? Да. Разумеется. Если б он действительно был мне так дорог, разве провела бы я ночь в объятиях другого мужчины? И к слову о Сальбарбе. Мне любопытно. Если бы он обо всем догадался. Ты бы застрелила его? Безусловно. И в случае необходимости? И меня? Полагаю, что да. Если бы потребовалось. Добрый день. Мой близкий друг, русский герой, находится в госпитале в Вителе. Я бы хотела навестить его. Вам следует записаться на прием к служащему второго бюро. Обратитесь вам к тому господину. Благодарю. Соедините с капитаном Ладу. Спасибо. Здравствуйте, капитан. Месье Вернер. Вы помните меня, мадам? Предпочла бы забыть. Вижу, не смогли. Я запоминаю тех, кто пытался меня убить. Так вы теперь зоветесь Жоржем Ладу? Я всегда им был. Жорж Ладу. Ну что ж, нам нужно поговорить. Кто вам разрешил сесть? Как же вы галантны, месье. Пересядьте подальше от стола. Посмотрим, что у вас в сумочке. О, решили провести обыск. Господа, будьте осторожны. У меня хорошая связь. И если мои покровители услышат, что второе бюро преследует меня, несмотря на то, что я неоднократно доказала свою преданность Франции. Нашли что-нибудь? Или, быть может, предпочтете обыскать меня? А? Вы готовы застрелить меня, но отказываетесь смотреть на мою наготу? Вы столь обходительны. К чему нам церемониться? Смелей же, прошу. М? В конце концов, кто я такая? Потаскуха? Танцующая на сцене голышом? Шлюха. И шпионка. Верно? Довольно. Вы не за этим пришли. Присаживайтесь. Прошу. Вы ведь желаете поехать в Витель и встретиться с вашим любовником, капитаном Владимиром Масловым. Верно. Моим любовником и будущим мужем. Итак. Ваш любовник и будущий муж ранен. И вы просите нас дать разрешение о встрече в прифронтовой зоне в госпитале Бетеля. Именно так, месье. Не знаете, по какой причине ваш будущий муж попал в госпиталь? Я знаю лишь то, что написали в газетах. Немцы все знали про атаку русских. Русские просто попали в ловушку. Если это правда, то это ужасно. Вы знакомы со многими немецкими офицерами? Некоторые из них занимают высокие посты в командовании. Конечно, знакомы. Но буду с вами абсолютно откровенна. Я не имею представления об их чинах. И жив ли хоть кто-нибудь из них? Полковник Николай, например. Или лейтенант Шрак Мюллер. Кто? Николай. Николай? Что-то знакомое. Но Шрак Мюллер? Шрак Мюллер? Нет. Никогда о нем не слышала. Она. Это она. Лейтенант Шрак Мюллер. Также ее называют фрау Доктор. А вы напишите мне имена всех немецких офицеров, с которыми вы знакомы. Чтобы вы их шантажировали? Угу. Хотите, чтобы я стала вашим агентом? Угу. Я согласна. Но в обмен я желаю получить пропуск Витель. И защиту. От кого же? От моих врагов, разумеется. Итак, вы согласны сотрудничать со вторым бюро? Жду указаний. Матин. Помогу. Вы уверены, господин капитан? Пишите обещанные имена немецких офицеров. Матин, подготовьте пропуск для мадам Матахари. О свободном перемещении в прифронтовой зоне. Чтобы она посетила госпиталь Витель. Прошли. Прошли. Виталий. Почему ремень не затянут? Объед был. Зачем нам это? Мы могли выбить из нее правду. Я сказал только по закону, Мать. Теперь у нас есть список немецких офицеров, написанное Матахари совсем наручно. Есть ее согласие о сотрудничестве с нами. Матахария наш коллега, сотрудник второго бюро. Малейший промах, я обвиню ее в предыдущи. И отправлю эти документы немцам. Они сами сдадут нам ее. С потрохами. Так что Матахари. Конец. Матахари. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мадам, здесь очень опасно. Нам лучше уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, все и закончилось. Мадам. Здравствуйте, Давид. Какой ужас творится в Париже. Я знаю. Я слышал о взрывах на берегу Сены. Выходит, в Париже опасно оставаться. Похоже, вы правы. Жандармы оставили пару страниц и фотографий на столике. Остальное они забрали и порвали гранки. Какая жалость. А что будет с этой студией? Я не знаю. Новый хозяин не желает меня нанимать, раз уж я работал на шпиона. Вы знали, что Ленуар – шпион? Разумеется, нет. Будьте добры, отнесите коробку в машину. Справитесь? Да. Она вышла на бульваре Сан-Мишель и увидела ящик с девкой. Возможно, она что-то подозревает. Меня очень беспокоит тот ее визит во второе бюро. Впрочем, как и поездка в Витель. Завтра утром ты должен везти ее на вокзал. Я провожу ее до машины. Если на мне будет передник, ты убьешь ее по дороге, как убил Анну. Но если передника не будет, тогда отвезешь на вокзал нашу мадаму. Благодарю. Кстати, как поживает ваш русский друг? Владимир, верно? Владимира уже лучше. Спасибо. Прощайте, Давид. Прощайте, мадам. Понять не могу, как ты смогла получить от жандармерии пропуск в Витель. Так же, как я обычно добиваюсь желаемого. У меня проверенные и крайне эффективные методы. Ладу, твой любовник? Ну, разумеется, нет. Я соблазнила его лейтенанта. Он красавчик. Так что не жалуюсь. Он принес бумаги Ладу на подпись, и я заметила вожделение в его глазах и предложила ему уединиться в его кабинете. А в обмен на это он выдал мне пропуск в Витель. Все очень просто. Так вы уединились в его кабинете? Хочешь знать подробности? Я привезу тебе все бумаги и сведения, которые ты только пожелаешь. У меня великолепная память. Я все запишу и, может быть, даже сфотографирую. Не рискуй сверх меры и береги себя. Обязательно. О, это, наверное, Жак. Он пунктуален. Доброе утро, Элизабет. Доброе утро. Вы собираетесь поехать с нами? О, нет-нет. Я просто хочу прогуляться. Прощайте. Прощайте. Это Ги. Наш младший Ги. Тише, тише, дорогая. Да. Будь сильной. Ты прав. Ги отправился на фронт отомстить за брата. В первый же день его полк отправили в наступление на реке Сомме. Мой мальчик погиб. Его закололи штыком в окопе. Как беззащитного ягненка. Агата, прошу тебя. Простите. Соболезну. Сколько ему было? Девятнадцать. Мы с супругой направляемся к среднему сыну. Его назвали Симоном, в мою честь. Он атаковал вместе с русскими, когда немцы пустили газ. Он погиб? Нет, слава богу, нет. Но он искалечен, и мы не знаем, насколько тяжело. Как бы то ни было, он выжил и больше не отправится на фронт. Это самое главное. Хотя бы один из сыновей остался с нами. Верно, дорогая. Ваш черед, милая. Расскажите нам о себе. Кому вы едете? К жениху. Он русский офицер. Тоже пострадал от газа. Я, пожалуй, прогуляюсь по коридору. Разумеется. Спасибо, что поделились со мной. Конечно. Сочувствую. Да, дорогая. Простите, месье, мы надолго остановимся? Пять минут. Будьте любезны. Вернитесь в свое купе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я больше не смогу носить тебя на руках, я уже не тот, кого ты полюбила. Значит, настал черед мне носить тебя на руках. Я хочу за тебя замуж, любовь моя. Ты об этом пожалеешь? Никогда, никогда, любимый мой. Месье Салинос. Кто вы? Я от фравы доктор. Как жаль, я надеялся на личную встречу с фравом. У меня мало времени, так что давайте к делу. Наша служба разведки доложила, что Мата Хари пошла на сделку со вторым бюро. Она сдала все свои контакты в Германии. Есть вероятность, что это слухи от второго бюро. Мы видели список агентов, которых она им сдала. Я понял. Передам фрау доктор. И еще кое-что. У нас есть сведения, что Мата Хари собирается в Мадрид. Так что поторопитесь. В предместе задержали шесть человек, пытавшихся устроить пожары на продовольственных складах. В Винсентский замок удалось доставить лишь двоих. Остальные были растерзаны толпой. Ох уж эти злые парижане. Провокаторам надо выписать жалование, месье. Да-да-да. Бумаги с собой? Нет, но я мигом принесу. Одну минуту. А что с нашей Мата Хари? Не хотелось портить вам настроение, господин капитан. Но агент Арно доложил, что Мата Хари день и ночь проводит у постели Масло. В постели вы хотели сказать? Нет. Он искалечен и почти ослеп, капитан. Она ухаживает за ним. Шлюха. Игра эта ангела. Она что-то задумала. Глаз с нее не спускать. Сегодня пасмурно. Да. И правда, солнца не видать. Давай приподнимем повязку. Врач сказал, что если увидишь свет, то зрение к тебе вернется. Что-нибудь видишь? Немножко. Врач еще сказал, что тебе полезен климат, как в России. Российский климат есть только в России. Но там я буду чужой. И обстановка там накаляется. Думаю, в Голландии похожая погода. И у нас будут средства. И дом в Гаге. Ну, там чужаком буду я. Предлагаешь мне жить за твой счет? Конечно же нет. Но у меня есть связи. Я помогу тебе найти работу. Может, они удовлетворят твое упрошение об отставке? Возможно, но пока что я в бессрочном отпуске. Похоже, ты уже все решила за нас обоих. Да. Я уже написала банкиру. И заказала два билета дониться. Оттуда мы отправимся в Мадрид, затем в Бильбао. Там выпишем еще сумму и поплывем в Гагу. А если я откажусь? Тогда я останусь здесь. Ну, давай все же попытаемся. И если не выйдет, отправимся в Россию. Быть с тобой. Все, чего я хочу. О большем я не мечтаю. Испанец сказал, что Матахаря собирается уехать, и нам надо спешить. Пора действовать. Наш агент в банке Ротшильда уведомил нас, что их директор получил письмо от Маргарет Зелли с просьбой перевести все ее деньги в Мадрид. Светин я точный и человек надежный. Сбежать решила. Надо срочно отправить анонимный донос в бюро и обязательно сообщить о ее запросе в банк. Выполняйте. Ваше счастье, господин директор, что вы не успели сделать перевод денег. Но откладывать больше нельзя. Это незаконно. Идет война. И сейчас законов все, что работает на нашу победу. Нужно письменное распоряжение. Подтвердите под вашу ответственность. У вас будет письменное распоряжение. Повторяю еще раз. Маргарет Зелли не должна получить со своего счета Ниссандима. Ниссандима! Понятно? Все. Разговор окончен. Слушаюсь, господин капитан. Мы опоздали, они уже в Мадриде. Хитрая тварь. Если б этот индюк не провалялся в постели со своей любовницей, то деньги были бы у нее. Значит, с нами Бог. Или дьявол. Неважно. Ну что, едем в Мадрид, мать. Благодарил. Благодарил. Новости из России все печальнее день ото дня. Поражение, дезертирство, разброд в армии. Царь больше не может управлять страной. В такое время уход в отставку могут расценить как бегство. Ну что, вы готовы рискнуть? Своей репутацией. Я прошу об отставке ввиду состояния здоровья. Из-за ранений я не могу служить. Я понимаю. Я поговорю с генералом Лохвицким. Маргарет. Дорогой, прошу, не вставайте. Я спешу в банк. Сегодня должны прийти деньги. Как ты себя чувствуешь? Здесь слишком жарко. Я скоро вернусь. Весьма дорогая гостиница. Вижу, вы в хороших руках, капитан. На что вы намекаете? Ну что вы. Никаких намеков. Вы передадите мое прошение? Разумеется. Но, к сожалению, не могу с уверенностью обещать, что его удовлетворят. Наша мадам приуныла. Душераздирающее зрелище. Мата Хари больше не может сорить деньгами. Приезжайте. Что она задумала? Что она задумала? Не знаю. Поезжайте следом. Мадам Зелли, столь жаркий полдень даме, столь нежной, как вы, не стоит появляться под лучами палящего солнца в одиночестве. Что случилось? Вы, похоже, не слишком не рады. Ошибаетесь. Я рада. По крайней мере, теперь мне ясно, куда пропали деньги. У нас с вами был уговор, и я лишь хочу, чтобы вы честно выполнили свою часть. С радостью подвезу вас до входа. Прошу. Ну же, садитесь в машину. Что вам угодно? Вы знаете ответ. Я хочу, чтобы вы работали на нас. Я перееду в Гаагу. Ищите меня там. Нас Гаага не интересует. Если вы хотите вернуть ваши деньги обратно, передайте нам имена ваших сообщников во Франции. Каких сообщников? Вы работаете на немецкую разведку. Мы это знаем. Вот как? И что же вы собираетесь сделать? Мы можем сейчас же вас арестовать. В Мадриде? Но Испания соблюдает нейтралитет. И у вас нет никаких доказательств. А что, если мы скажем вашему русскому любовнику, что он стал калекой из вас? Потому что вы предупредили немцев о наступлении. Он вам не поверит. Но вы же-то знаете. А если он прочтет это в ваших глазах? Подумайте. Поезжайте в отель, Матин. И не берите с мадам Плата за проезд. Я жду от вас новостей. А сейчас она побежит к немцам. Признается, что я ее завербовал. Они снабдят ее ложными сведениями. Она передаст их нам. Мы все проверим и арестуем ее. Все так. За отелем следить не надо. Я знаю, кому она пойдет. Поехали. Добрый вечер, фрау. Что привело вас ко мне? Вы прочли записку? Я использовала секретный код. Я агент H-21. Присаживайтесь. Прошу вас. Обстоятельства вынудили меня покинуть Францию. Печально. Капитан Ладу меня шантажировал. И мне пришлось сотрудничать с ним. Да неужели? Разумеется, я лишь притворялась. Если вы дадите мне сведения, внушающие доверие, он купится и нам это будет на руку. Элизабет? Я рада вас видеть. Почему вы мне солгали, Маргарет? Вы бы не дали пойти на сделку ради встречи с Владимиром. Но я не могла иначе. Я его люблю. Как мило. Из-за Ладу я не могу получить в банке свои деньги. Каков, подлец. Не так ли, Георфон Калли? У меня для вас ценные сведения. Вы знали, что французы переводят часть войск с линии фронта на Сенегал? Вы же понимаете, я уже давно могла сдать многих немецких агентов. Ради денег. Но не хочу предавать друзей. Например, они могли поймать вас еще несколько дней назад, решившись я на предательство. Но этого ведь не случилось. И с чем же вы явились к нам? Да. Чего вы хотите, Маргарет? Фиктивные данные. Чтобы обмануть Ладу? Сеньору тяжело дышать. Мы хотели позвать нашего врача, но он отказался. Понятно, благодарю вас. Маргарет, ты вернулась. Ну, конечно, вернулась. Тебе плохо? Мне всегда плохо. Когда тебя нет рядом. Бедный мой. Я пришла. Вставай. Скоро мы уедем. Потерпи. Сведения, предоставленные Матахаре, были ложными. И теперь мы точно знаем, что она продолжает работать на немцев. Предоставление данных по этой операции я беру на себя. Мы дадим им фиктивные сведения о датах и передвижениях войск. И когда немцы клюнут, мы их поймаем. Передадим ложные данные одному из наших полков в Африке. И позволим немцам их разгадать. Сделаем так, что немцы решат, будто полк возвращается в Сенегал. Именно это я сказал Матахаре. И не сомневаюсь, что она передала информацию врагам. Ты же говоришь по-французски. Спроси у него Клауса. Они идут на станцию, чтобы вернуться домой. И где его дом? Мы отдадим полку новый приказ, но создадим иллюзию обмена данными и текущих передвижений, чтобы немцы не усомнились в полученных сведениях. Есть. Выдвигаемся немедленно. Приказ всем солдатам. Готовимся к атаке. Немцы пойдут в наступление, решив, что линия фронта унесли, но встретят сокрушительный отпор. Потерпев полнейший разгром, немцы захотят отомстить обожаемой шпионке. Наши войска угодили в ловушку. Враг использовал ядовитый газ. Солдаты полка, возглавлявшего атаку, погибли. Все до одного. Продолжайте. Я должен зачитать это командующему и всему штабу. Читайте дальше. Тех, кто не погиб от отравления газом, застрелили либо добили штыками. Из трех возглавлявших атаку полков выжило 50 человек. Ценой огромных потерь нам удалось остановить контрнаступление французской армии. И все это по вине вашего агента Мата Хари? Что скажете в свое оправдание? Я заслуживаю смерти. Как и я. Но наша смерть лишь порадует наших врагов. Мата Хари должна поплатиться за предательство. Позвольте заняться этим. Лично. Наша жара его погубит. Вашему мужу показан морской воздух и прохладный климат с Нью-Йорра. Мы скоро уедем. Вам нужно поторопиться. Похоже, он наконец-то уснул. Увозите его отсюда поскорее. Благодарю вас. Благодарю вас. Новости из Мадрида. Вы свободны. Какие новости? Мата Хари переехала в дешевую гостиницу. Она заложила все свои украшения, чтобы оплатить врача для своего русского любовника. Но ему все хуже. А мне жаль этого капитана. Он выбрал неправильную женщину. Передайте в Мадрид с сегодняшнего дня быть особо осмотрительными. Немцы не простят ей измены, а мы не должны уступить им право наказать ее. Мата Хари должна быть наказана здесь, во Франции. Она все еще в отеле. Не отходит от своего русского. И француза должно быть где-то неподалеку. У обоих входов днем и ночью дежурит двое человек. Не дайте им нам помешать. Это должна быть казнь, а не просто убийство. С вами будут пять агентов. Прошу прощения. Ух! 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 Что пишет? Снова газовая атака. Но теперь французы отравили немцев. Минуту, я сам открою. Кто там? Банковский чек для мадам Мата Хари. Что вы творите? Убирайтесь! Вон, вон! Прекратите! Вы обманули нас, мадам Зелли. Я вас не обманывала и передала ваши сведения. Погибли тысячи немецких солдат. И вы за это заплатите. Не трогайте его! Вы не храните верность ни людям, ни принципам. Вы живете лишь ради удовлетворения собственных жалких нужд. Такие, как вы, бесполезны. Вы умрете. Убирайтесь! Ах! 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 Да! 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 Кто эти люди? Почему они хотели тебя убить? Это уже не важно. Теперь они нам ничего не сделают. Держись! Держись! Она поправится. Ей необходим сон. Благодарю. Спокойно. Спокойно, месье Маслов, я друг. Кто вы такой? Капитан Жорж Ладу. Второе бюро генерального штаба. Французской республики. Читайте. Убедились? Хотите сказать, Маргарет работает на вас? Конечно. Маргарет. Мой агент. А немецкие шпионы пытались убить ее. В чем были ее задачи? Она знает очень много высокопоставленных немецких офицеров. И мы хотели... Вы заставляли ее спать с ними ради разведданных? Как бы то ни было, мадам, здесь угрожает опасность. Я предлагаю перевезти ее во Францию. Там я мог бы ее защитить. Впрочем, как вам будет угодно, как агент во Франции, она мне не нужна. Постойте. Когда мы сможем уехать? Что дело, офицер? Рутинная проверка. С нами раненая дама. Нам нужно больницу. Раненая? Позвольте взглянуть. Выйдите из машины! Что происходит? Что вы делаете? Мы арестовываем эту женщину за шпионаж в пользу Германии. Мы арестовываем эту женщину за шпионаж в пользу Германии. Где мы? Во Франции, мадам. Где Владимир? Вам сейчас надо беспокоиться не о Владимире, а о себе. Вы передали нам ложную информацию, доказав таким образом, что вы двойной агент на службе у Германии. Немцы проиграли против меня. У вас нет доказательств. Вы так думаете? Уверена. Посмотрим. Я арестовываю вас. Скоро состоится суд, и если вас признают виновной, вы будете казнены. Увести. Я арестовав worrying. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый вечер, Володя Добрый вечер, Володя Торзок Если ты хочешь придать деньги, то на что? На тряпки да побрякушки? Маргарет нужен адвокат Поверьте, Петр Алексеевич, я бы не заикнулся, будь у меня другой выбор Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Кхе-кхе-кхе Кхе-кхе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друг мой, не стоит так сильно нервничать. Мы обязательно положим конец этим беспочвенным обвинениям. Лучше примите деньги и давайте подпишем контракт. Контракт? Хорошо, давайте заключим контракт на сумму, скажем, один франк. Так, и не с Антимом больше. Я давний поклонник Мата Хари, она блестящая актриса и восхитительная женщина. А эти идиоты? Эти господа желают убедить меня, что великолепная Мата Хари шпионка. До чего нелепая ложь. Мэтр Клюне, ваш адвокат. Маргарет Зелли, месье Ладу, месье Матин. Счастлив познакомиться лично, мадам. Вы не в борделе. Отойдите от заключенных. Спокойнее, Матин. Пусть женщина насладится комплиментом, тем более после тюремной камеры. Вы, как всегда, любезны, капитан. Прошу вас. Итак. Начнем. Мадам Маргарет Зелли обвиняется в шпионаже в пользу Германии. О, боже. Какое серьезное заявление. Может быть, у вас и доказательства имеются? Не сочтите за неуважение, господин капитан, но ваше поведение подтверждает жалобу госпожи Зелли о том, что вы ее шантажировали. А это значит, что все ее показания были получены вами под принуждением. Напоминаю, что шантаж противозаконен. И суд не воспримет благосклонно ваши действия. Идет война, мэтр. А на войне все средства хороши. С врагами нужно быть безжалостными. Но, тем не менее, это не может служить оправданием беззакония. Шантажом и пытками можно добиться признания в чем угодно даже от святого. Я уже не говорю об этой милой, хрупкой женщине. Я настоятельно рекомендую вам ничего не подписывать, поскольку имею основания считать, что у них нет весомых доказательств вашей вины. Благодарю вас, мэтр. Я так и думала. Давайте отложим это до суда. А сейчас оставим одних, господина Маслова и госпожу Зелли. Они будут нам за это признательны. Очень скоро все это останется позади. И смею надеяться, что снова увижу вас на сцене. Я так соскучилась по тебе, когда мы снова увидимся. Я не знаю, когда меня пустят к тебе в следующий раз. Любимый мой. Мне нужны официальные свидетели. Может, кто-то из уважаемых граждан Франции даст показания в ее пользу. Надеюсь, мэтр. И я сделаю все, что вы скажете. Мы вызвали мое. Поверьте. Я верю. Без комментариев. Прошу вас. Всего один. Прошу вас. Без календаря. Всего один вопрос. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Мое плечо уже не болит. Вы хотели увидеть небо, вы увидели небо. Вот документы. Вы обещали подписать. Я ничего не подпишу, пока не увижу Владимира. Надо пристрелить эту мразь без всякого суда. Спокойно, лейтенант. А как мы узнаем, что вы нас не обманете еще раз? Вы месяц держите меня за решеткой без суда и следствия. Очевидно, что власть в ваших руках. Хорошо, вы увидите капитана Маслова. Месье Маслова, капитан Ладу ожидает вас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это стандартный документ о неразглашении. А неразглашение чего? Разумеется, все сказанное в этих стенах должно остаться в тайне. Внизу каждой страницы, пожалуйста. Не похоже на простую формальность. Что я могу сказать, такова наша французская бюрократия. Батин. Идиот, как ты обращаешься с заключённой? Ты что, не видишь, кто перед тобой? Я приношу свои извинения, мадам. Господин Маслов, у вас один час. Закрой дверь. Закрой дверь. Закрой дверь. Как с тобой обращаются? Ужасное место. Я это заслужила. Закрой дверь. Не говори так. Прошу, не надо. Ты ведь даже не знаешь, кто я. И что совершил. Что ты такое говоришь? Я много лет работала на немецкую разведку. Я не верю ни одному слову. Увы, это правда. Но это не самое худшее. В том, что случилось с тобой, виновата я. Хочешь сказать, что Ладу прав? Ты сдала немцам карты, которые я должен был передать в штаб. Все так. Мы их сфотографировали. Прости меня. Теперь тебе даже смотреть на меня противно. Только факты, Мадин. Наконец-то она призналась. Имена, даты. Я соблазняла мужчин ради денег. И разведданных для моих немецких друзей. Друзей. Тех самых, что пытались повесить тебя под потолком в отеле, ты о них? Я хотела оставить все в прошлом. Начать жизнь с чистого листа. Но уже поздно. Оставь меня. Я пойму. Я никуда не уйду, пока ты мне все не расскажешь. Мила попалась. Пока нет. Она должна признаться нам, а не ему. Она должна быть иницией неужели. Тихо. Мила попалась. И, тихо, встали. В постановку. Встали до десяти. Ю grid-то, наносит. Мила попалась. Мила попалась. Вы позволите, мадам? Чему обязана, такой честью? Как продвигаются дела у вашего адвоката, мэтра Клюне? Что-то давненько он у вас не навещал. Я полагала, вы его не пускаете ко мне. Отнюдь. Он волен посещать вас в любое время. Видимо, занят важными клиентами. У нас с немцами возник, так скажем, конфликт сторон. Кто же из нас обладает патентом на Мата Хари? Если вы пришли поупражняться в остроумии, господа, меня вы не позабавили. А мы и не пытались вас позабавить. Боюсь, мэтр Клюне для вас не лучший адвокат, мадам. Это мы еще посмотрим. Посмотрим. Единственное достоинство мэтра Клюне, что его услуги дешево обходятся вашему русскому другу. Так или иначе, Маслов больше ни в чем не нуждается. Петр Семихин выписал чек на солидную сумму своему бывшему зятю. Почему бывшему? Может, будущему. Кто знает. Сейчас господину Маслову стоит думать о себе. Ведь и его можно обвинить в пособничестве немецкой шпионки. Да как вы смеете его обвинять? Он герой, в отличие от вас. И мы любим друг друга. Вам не понять. Посмотрите на подпись. Три листа подробных показаний. Все, что смог запомнить господин Маслов из вашего разговора. Это не его почерк. Письменный французский господина Маслова оставляет желать лучшего. Поэтому все записал. Матин. Еще раз взгляните на подпись. Вы все еще не верите. Вы все еще не верите. Я не верю, что Маргарет признала свою вину. Это подлог. Не иначе. Собственноручные показания. Подпись, дата. Все по форме. Она оговорила себя. Как вы это подстроили? Ну, мы подвесили ее на дыбе. Вырвали ей ногти. Выбили зубы. Я хочу ее видеть. Попытайтесь. Хотя, не думаю, что у вас что-то получится. Она никого сейчас не хочет видеть. А Маслов? Он об этом знает? Маслов. Ваш уважаемый Маслов. Главный свидетель обвинения. Он и дал против нее показания. Маслов. Главный свидетель обвинения. Вы хотели меня видеть. Маслов. 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 Садитесь. У меня мало времени. Маслов. Она дала показания против себя. И признала вину целиком. Почему? Вы меня спрашиваете? К чему я добывал письма от генерала, бывшего президента? Какой теперь от них прок? И все из-за вас. Поздравляю, капитан. Она видела ваш донос. Надеюсь, теперь вы счастливы. Какой донос? Тот, что вы передали Ладу. Три страницы с вашей подписью на каждой. Он обманул вас. Вы подписали некие документы, которые он потом смог заполнить. Да. Когда состоится суд? Завтра. Мне надо поговорить с ней. Как только она узнает правду, она передумает. Она никого не хочет видеть. Я пытался. Я могу хоть как-то помочь. Уже нет. Если попытаетесь отозвать свои показания, вас просто обвинят в лжесвидетельстве. А раз у них есть показания против Маргарет, появись вы в зале суда, дело может обернуться для нее еще хуже. Маргарет, я пытался вам сказать. Маргарет, поймите, что Владимир не писал те… Порядок в суде! Отойдите от подзащитной. Изложите долы. Мэтр Клюне. Ваша честь, дамы и господа, народ Франции, я обращаюсь к вам сегодня от лица женщины, бесспорно знаменитой, но измученной, беспомощной и испуганной. Едва отошедшей после ранения, которое нанесли ей немецкие шпионы, когда она выполняла задание в качестве французского агента. Но несмотря на ее верную службу, второму бюро и ее патриотизм, против нее были сфабрикованы обвинения. Обвинитель шантажом добился того, чтобы Маргарет оклеветала саму себя. И она сдалась, чтобы прекратить свои мучения, так как считает, что покинута всеми. Но я здесь, чтобы доказать обратное. Маргарет, вы должны знать, что Владимир... Нет, я все сделала сама. Он здесь ни при чем. Маргарет, молчите. Мои показания чистая правда. Порядок в суде! Я в это не верю! Мата Хари не способна на такое! Неужели вы и правда шпионка? Станцуйте для нас, мадам! Порядок в суде! Тишина! Значит, вы признаете свою вину? Да, Ваша честь. Она только что упустила свой последний шанс спастись. Ответьте нам, пожалуйста! Ответьте нам, пожалуйста! Разделайте заявление для Прессы, пусть и добры! Расскажите нашим читателям о том, что сегодня произошло в зале суда. Краткое заявление прошло, лишь пару слов. Почему она дала признательные показания?! Мэтр, что сказал судья? Судья? Какой вердикт? Выпьем кофе. Мэтр! Казнь. Через расстрел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда. Осторожно, берегите голову. Вперед! Не задерживайтесь. Ра-а-а! СМЕХ 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 Пятый, я и рай. Опа! Митя! Удюй! СМЕХ Капитан Ладу обманом заставил меня подписать показания. А затем он обманул Маргарет Зелли, вынудив ее оговорить себя. Но ее показания правдивы. Она не шпионка. Господин командующий, капитан Жорж Ладу прибыл по вашему приказанию. Вы знаете, почему я вас вызвал? Никак нет. Я только могу догадываться, что это как-то связано с делом госпожи Маргарет Гертруда Зелли, известной также как Мата Хари. В донесениях немецкой разведки госпожа Мата Хари проходит как их агент под номером H-21. Откуда такие сведения? Угрызение совести заставили ее признаться. Лживый ублюдок. Успокойтесь. Мсье Маслов утверждает, что вы обманом убедили его подписать некие обязательства о неразглашении. И позже на этих пустых листах, якобы, появились его показания против Мата Хари. Это совершенно правда, господин командующий. Сволочь, я убью тебя. Не заставляйте меня жалеть, что я помогаю вам, отставной капитан Маслов. Извольте объясниться. Мы никак не могли получить улики против агента H-21. И мы были вынуждены пойти на некую хитрость. К сожалению, все показания подтвердились. Если вы хотите, генерал, я могу уничтожить бумаги, которые подписал господин Маслов. Да, буду вам за это весьма признателен, господин капитан. Да что толку? Суд приговорил Маргарет к смертной казни. Мы должны защищать часть русского офицера. Понимаю. Она была шпионкой. Тут уж ничего не поделаешь. Лада, вы негодяи и подлец. Я вызываю вас на дуэль. Он у вас с ума сошел. Ты издурел, идиот. Какая дуэль? Господин Маслов, я офицер французской армии, который сейчас ведет войну. Ваше предложение, я считаю, ниже достоинства звания офицера. Вижу, вы не только подлец, но еще и трус. Господин генерал, только из уважения к вам… Убирайтесь! Вы обесчестили себя? Так не позорьте русскую армию. Надеюсь, он не натворит глупостей. Я заслуживаю смерти, но умоляю, защити моего возлюбленного Владимира. Не дай им обвинить его. Знаю, он возненавидел меня, иначе нету бы тех показаний. Но если чего я желаю перед смертью, так это знать, что он более не держит на меня зла. Видимо, я сошел с ума, раз согласился помочь вам. Благодарю, мэтр. Последний раз, и больше я вас не побеспокою. Доминик Шарбо. Одноногий кладбищенский сторож. Он потерял ногу на войне? Возможно, мы с ним давно не виделись. Он мой должник. Я когда-то помог его семье. Ну и чем же мне сможет помочь одноногий солдат? Ничем. Если только он не могильщик. При Винцентском кладбище. Доминик Шарбо, верно? Угу. Месье Шарбо. Меня прислал мэтр Клюне. Мэтр сказал, что вы воевали за нас здесь, во Франции. Я русский. Мы сами не ладим с немцами. Я воевал. Потерял ногу в битве при Сомме. Вижу, и у вас война не пощадила. Вы мне поможете? Помогу. И не возьму с тебя денег, друг. Но один я не справлюсь. Да. Клюне я предупреждал. Тихо. Тихо. Теперь слушай. Тебе нужно пробраться вот сюда, это келья монашек. Зайдешь слева у Северной башни. Обход охраны занимает 8 минут. Ровно столько времени у тебя будет, чтобы проникнуть внутрь до их возвращения. Дальше иди к северо-западной башне. Я скину тебе веревку, заберешься по ней. Действовать надо быстро, но тихо и осторожно. Если охранники услышат шорох, они посмотрят наверх и увидят тебя. Наверху ты наткнешься на еще одного охранника. Его оглуши. Справишься? Думаю, да. Тихо. Если тебя заметят сестры, не пугайся. Они там всех в лицо не знают. Не разговаривай с ними. Просто спокойно пройди мимо. Я постараюсь обезвредить охранников в коридоре и встречу тебя у камеры. Мать теть божья, что за бойню ты устроил? Они живы. Ты не сказал, что здесь тоже будут солдаты. Ее камера в конце коридора. Поспеши, пока не началась смена караула. Стой. Вот ее камера. Маргарет. Маргарет, это я. Нет. 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 Что ж ты делаешь? Нет. Нет. Нет! Нет! Что ты наделал? Нет! Ваши таланты поражают, господин Маслов. Вы покалечили четверых охранников. Я бы мог бы истебить вас прямо сейчас и никто этому не удивится. Или вы предпочитаете дождаться попытки побега? У меня выбора не было. Да! Иуда! Как это на вас похоже, майор? Я всего лишь патриот. Я не желаю помогать шпионам. Я ветеран войны. В какой же войне ты сражался, жалкий сутенер? Уж не заместный ли бордель? Спокойно, Матин, спокойно. Господин Шарбо – законопослушный гражданин. Можете идти к вашим дамам, месси сутенер. Я вас убью. Запомните, Жоржа Зладу. Я вам обещаю. И я это сделаю! Мадемуазель! Мадемуазель! Вам приснился кошмар? Да, месье. Вы разговаривали во сне. Звали какого-то Владимира. Это мой бывший жених. Но я потеряла его любовь. Да и не заслуживала ее. Ваше превосходительство! Телефонируют из Гранд Пюже. Спрашивают, желаем ли мы просить о выдаче бывшего капитана Маслова. Его обвиняют… Маслов в отставке. И не имеет отношения к нашей армии. Теперь он не наша забота. Пусть обратятся в посольство. Но у них там такой бардак… Это не наша проблема. Мама橋. Поехали. Стой! Становись! Налево! Нагиб! Субтитры сделал DimaTorzok Нет. Я сама. Прибыл комендантский взвод. Пройдем через замок, так гораздо быстрее. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готова ли ты, дитя мое? Да, святой отец. Дочь моя, ты согрешила. Я знаю. Раскаиваешься ли ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда сильнее я сожалею о том, что умру без любви. Я всю жизнь потратила на ее поиски, но слишком поздно встретила нужного человека. Склони свою голову. Отпускаю тебе прегрешения твои. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Гордыня смертный грех, дитя мое. Разве грех встретить смерть достойно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баргарин! Баргарин! Не задерживайтесь. Прошу, не надо цепей! Отставить! Видели бы вы, как ваш русский любовник сражался с охраной? Благородный рыцарь прискакал освободить свою принцессу. О чем вы говорите? Он ведь дал показания. Неужели вы могли представить, что он сможет предать вас? Благодарю, что вернули мне мою любовь. Прощайте. Тусь! Цельс! Тусь! Цельс! 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 Цельс Субтитры создавал DimaTorzok Огонь! Я вас слушаю. Письмо из Парижа для месье Ладу. О, прекрасно, я передам. Мне велено вручить его лично в руки. Что ж, заходите, присаживайтесь. Я Жорж Ладу. Где письмо? Прошу, месье. Какого черта? Я ведь обещал тебя убить. Мы идем, идем. Я ведь обещал тебя. Привет. О, мой. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok